Всем привет, с вами Иной, лидер гильдии русской догмы сервер в Абби. В этом видео я расскажу вам о полезном аддоне для новичков Тако Маркер. Тако – это палочка-выручалочка для каждого новичка Guild Wars 2. Но и старенькому игроку он тоже будет полезен. С его помощью вы можете закрыть любую карту тирии на 100%, не пропустить ни одного херапоинта или сердечка, а также собрать ноды ресурсов без лишних затрат времени. Итак, переходим на сайт Тако по первой ссылочке в описании и качаем последнюю версию. Далее распаковываем архив в корневую папку Guild Wars 2. После этого переходим по второй ссылочке из описания и качаем набор маркеров. Скачанный файл мы вырезаем из той папки, куда он у нас качался и перемещаем в папочку пояс. Если система предложит вам заменить файл, то заменяйте. Далее заходим в игру и на экране выбора персонажа нажимаем Escape, Options, Graphic Option и выбираем Window with Fullscreen. Теперь заходим в игру, а пока карта грузится, мы возвращаемся в папку Guild Wars 2 и запускаем Тако от имени администратора. Так надо будет делать каждый раз, когда вы решите воспользоваться услугами оверлея. Всё, наши маркеры загрузились. Если вам мешает окно с таймерами ивентов, то закройте его через меню Тако – Close Map Timer Window. Теперь я перейду к онлайн-объяснению, поскольку сложно подогнать каждую настройку под видеодорожку. Как вы уже обратили внимание, у вас появился вот такой значок. Это и есть Тако. Значит, сразу вам рекомендую сделать следующее. Все важные вещи находятся вот в этом меню. Я отключил все вот эти вот пункты. Почему? Потому что они есть в TechIt Guide. Это гайд непосредственно от самого разработчика. Давайте разбираться, что здесь есть. Как включается-отключается? Наводите и нажимаете левой кнопочкой мыши. У вас на левую кнопку мыши включается или отключается что-либо. Давайте разберёмся, что здесь для вас будет полезно. Значит, Core Game – основная игра. Пак Цеплай Network Agents. У меня на канале есть гайд по пак Цеплай. Это один из способов заработка в Guild Wars 2. Каждый день в различных местах Тирии спавнится пак Цеплай Агент. Ну как спавнится? Они есть, они активируются или отключаются. В разные дни недели это разные агенты. Вот эта настройка покажет вам в каждой из дней недели, где находится какой пак Цеплай Агент. Прям приведёт вас к нему. Битл Рейсис – это гонки на роллер битлах. Показаны все локации и все маршруты. Как начать и как закончить любую гоночку. Пожалуйста, здесь всё. Можете просмотреть маршрут от начала до конца. Гэдеринг Нодс – это ноды сбора ресурсов. Значит, сразу вам скажу, что у меня, например, не отображаются основные ноды ресурсов, как я не пробовал. У меня не хотят они отображаться. А вот Гарденс, например, то есть это сады. Посмотрите, я нахожусь сейчас на локации Драконис Монс. Здесь есть вот такой садик. Здесь много-много различного флагса произрастает. И отсюда идёт дорожка. Так эта дорожка привела меня прямо от телепорта. Если я телепортнусь, ну, на ближайший такой к этому месту телепорт, то вы увидите. Сейчас давайте даже попробую вам это продемонстрировать наглядно. Вот, смотрите, я оказался на телепорте, и здесь маркер Flux Garden, да, то есть сад Флакса. Я пошёл прямо по этому маршруту, пошёл, 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 и он вас прямо туда, к этому садику-то и приведёт. Поэтому смотрите, какие у вас есть маркеры рядом с вашими телепортами. Или вот Primordial, например, Primordial Orchids – это валюта данной карты, за которую вы здесь можете покупать себе Ascended предметы. Тоже приведёт вас. Пойдёте, пойдёте по этому маршруту и найдёте вот этот садик Primordial Orchidea. Также обратите внимание, сердечки. Написано, что по данному сердечку необходимо сделать, и каков у меня прогресс выполнений каждого из этого, да. То есть вам даже не надо читать вот здесь, что сердечко даёт, оно вам прям полностью, у NPC сердечко расписывается. И здесь, смотрите, Seren Ascent – это маршрут у меня к Jumping Puzzle. Показывает, как прийти к нему и как его пройти, по какому маршруту его проходить. Я вам сразу просто это покажу, чтобы вы заранее знали, что это за вещицы такие. То есть вот так отображаются Jumping Puzzle. Ну, оно и здесь написано, вот смотрите. Jumping Puzzle. Видите, прописано прям. Гильд-миссии кто проводит? Все баунти-боссы. Их маршрут хождения, где их можно найти? Гильдейские гонки. Каждой гильдейской гоночкой прописан её маршрут. Где начинается, где заканчивается. Гильд-треки. Светящиеся точки на карте, если вам необходимо активировать. По каждой локации тут расписано, где какие треки находятся. Дальше у нас идут дополнения. Heart of Thorns. То есть здесь Верденбринг. Всё, что относится к фарму. Airship Cargos. То есть на локации Верденбринг лежат такие ящики Airship Cargos. Вы их разбиваете, из них добываете местную валюту. Airship Parts. Различные сундуки, какие есть на карте. Богатые ноды ресурсов. Исследования. Где какие мастерки есть. Притом это мастерки, как разбросанные на поверхности, так и мастерки, которые даются вам за различные приключения. В приключениях вам тоже покажут, какой маршрут самый оптимальный для его завершения. Керапойнты. Да, по всей карте. Грибы. Прыгательные грибы. Ускоряющие грибы. Увеличивающие урон грибы. Достижения. Totem of the Idel. Это тоже вам всё прям на карте будет расписано, ребят. И все адвенчурки по отдельности, да, какие приключения есть на этой локации. Bugs and the Branches, вы все знаете, это жучков половить на локации. Всё, ребят, здесь всё полностью прописано. К каждому из дополнений. Path of Fire. Смотрите, Crystal Desert Region. Здесь коллекция на грифоны. Для тех, кто собирает грифон. Где находятся какие NPC, сердечки, грифонии яйца. Где спирмаршал, записки находятся. Всё. Тоже этот гайд показывает. Crystal Oasis. Это первая локация дополнения Path of Fire. Bleached Bones. Это кости разбросанные на локации. Маршрут до каждой вам покажет. Джампинг пазл вам покажет. Адвенчурку вам покажет. Казино Блитц. Собирайте монетки, перед чё и пиньятой. Когда тоже покажет вам оптимальный маршрут от одной монетки до другой. Lost Lower of Crystal Oasis. Это коллекция, которую я недавно выполнял, только не помню на что. В общем, покажет, где все NPC стоят по данной коллекции. И песчаные порталы для всех шакалов. Также и здесь. Desert Highlands. Покажет Дворван Ренненс, где находятся в руинах дворфов. Охота за морковками. Адвенчурки. Lost Lower of Desert Highlands. Да, такой же, как на Crystal Desert у вас есть. И тоже все песчаные порталы. То есть, ребят, я не могу тут всё описывать. Вы понимаете, да? То есть, всё, что касается коллекции какого-то сбора, здесь вы всё это найдёте. Дальше у нас идёт Живой мир. Второй сезон, третий сезон и так далее. На локации Dry Top, как вы знаете, во время Песчаной Буры появляются захороненные сундучки. А маршрут до этих сундуков на локации Dry Top вам покажут. В Silver Waste, когда вы фармите честы, весь маршрут до этих чест вам будет прям расписан. Вы его увидите непосредственно на локацию, когда придёте. А, сезон третий. Первая локация, Bloodstone, Fian, Ember Bay. Покажет все ноды ресурсов. Вот как сейчас я нахожусь на локации Draconis Mons. Мне показывает маршрут до Primordial Orchids. Это валюта данной карты. На каждой из этих карт вам покажут оптимальный маршрут. Плюс, смотрите, Jumping Puzzle, да? Вы видите на Ember Bay. Четвёртый, давайте глянем, что здесь. Domain of Instant, Sunspare Caches, это сундучки, разбросанные по локации. Supply Stashes, это для коллекции что-то, да? Trade Caches, это тоже сундучки. Sand Piles, это кучка песка, из которого вы раскапываете всякие сундуки. Сердечки. Далее у нас есть Adventure, которую там можно пройти. И Exploration, это исследование покажет все мастерки на данной локации и так далее. Jahai, Mistonium Farms. То есть, если вы фармите валюту данной карты, это Mistonium указывает. Все богатые жилы каких-то ресурсов. Опять-таки, сундуки и Trade Cache, которые разбросаны. Sand Pile, которые из кучки с песка вы достаете. Все достижения вам покажут. Все мастерки. Битлбаррикейдс. Стенки, когда вы разгоняетесь на своём роллер-битле, чтобы проломить стенку. И вам будет указана такая точка. И портал для песчаных, для шакалов. Competition, это важно для новичков. Завершение полностью карты. Центральная тирия. Вот карта центральной тирии. Здесь есть, смотрите, маршрут для маунта. For mounts написано. Или on foot. Это пешочком, когда вы закрываете, нет у вас маунта. Показаны справа все регионы вам центральной тирии. Всё, что вам необходимо для её полного закрытия. Все сердечки, хера-пойнты, висты, точки интереса. Всё вам укажут. Выберите сами, что отключить. Если вы на маунте, отключите пешком. Если вы без маунта, отключите маунта. То же самое касается Heart of Torrents, ребят. Тоже есть маршруты для маунтов. А есть только показывать вейпойнты. Третий сезон, живая история. Маршрут с маунтом, без маунта. Отключили без маунта. Оставили, значит вы с маунтом. По каждой локации всё расписано. Все сердечки, точки интереса, висты, телепорты. Дальше у нас идут фестивали. Сейчас идёт лунный новый год. Если вы хотите что-то там фармить себе, например. Firecrackers это приключение, в котором вам надо хлопушки по городу быстренько разбежать. Покажет маршрут от одной до другой. Их там два таких приключения. Firecracker 1 и 2. Вот это для первого, это для второго. И гонки. Если вам необходимо проехаться, там есть гоночки в Дивинитис Рич. Вам покажет маршрут, как проезжаться. Прошёл фестиваль. Нажали кнопочку, отключили. Все фестивали здесь прописаны у вас. Дальше у нас идут сбор легендарной коллекции. Это Vision, я забыл как называется. Но потом вы мне в комментариях напишите. Я забыл как это легендарка называется. То есть это легендарный аксессуар. По ней есть коллекция Visions. Надо собрать видения на различных локациях. На каждой локации. Domain of Estance, Sense Web Tysels. Это всё четвёртый сезон живой истории. Domain of Kurn, Jahai. Везде написаны маршруты, где собрать все видения абсолютно. И MISC это у нас crafting list. То есть список для крафта. Все профессии крафтовые написаны. Artificer, Cooking, Huntsman, Jeweler и так далее. Sunken Chest. Когда вы убиваете крайтов на различных локациях. Преимущественно под водой. Они обитают, хотя бывает и на суше. Такие ящерицы. То вам с них может дропаться вот этот Ornate Rusted Key. Этот Ornate Rusted Key под водой открывает Sunken Chest. Сундучки вот этих крайтов. Большинство игроков их формят. А потом в один день идут и открывают различные там сундуки. Так вам все сундуки под водой и вообще везде, где они хранятся, будет показан маршрут до них. Просто я вам перевожу, чтобы вы понимали, что это такое. Да, что это за Sunken Chest такие непонятные. И немножко по настройках с вами пробежимся. Значит, Display Point Distance. То есть это показывает дистанцию до точек интереса различных. Green Edge Hair Cycons. Не знаю, что такое. Display VV Objective Names. Это показывать имена объектов на VV. Ну, например, замок короля Торвальда. Ну, например, да. То есть там у каждой постройки есть свое название. Trail Feedout Bubble Around Character. Пробовал посмотреть эту настройку, но я что-то так и не догнал. Или что, она нужна? Значит, не особо так она и нужна. Toggle Marker Information. Показывает надписи вокруг маркеров ваших. То есть, когда вы идете от одной точки до другой, вам показывает текст, что там это за маркер. Да, вот на них написано в левом нижнем углу, вы видите. Primordial Orchids или Flux Garden. Да, то есть это вот эта информация. Показывает дистанцию в метрах для тех, кому это удобнее. Global Marker Opacity. То есть это видимость всех маркеров. Вы можете поставить, допустим, Solid это обычный, Transparent это поярче. Faded это, смотрите, Bams. И они все стали очень слабенько видимы. Для тех, кого это раздражает, вам это может как раз пригодиться. Если вам вообще надо отключить, например, Taco, да. Но не отключая его сам. Вы нажимаете вот этот Toggle Tactical Display. Бамс. И все, он у меня отключился. Остались только вот вокруг меня север-юг, запад-восток. Если надо включить, Toggle Tactical Display. Все назад возвратилось. Toggle Range Circles. То есть это вы как радар такой вот видите. Ходите вокруг вас вот такой радарчик. Ну, мне это совсем неудобно. Но кому нравится такой вот реле-плей, пожалуйста, можете себе это сделать. Я его отключу. Tactical Compass. Вот, посмотрите, вокруг меня север-юг, запад-восток. Это вот эта настройка отключает ее. Location Timer. То есть это таймер на конкретной локации. Вы знаете, я включал, когда его. У меня ничего не происходило. Поэтому, может быть, что-то на экране в какой-то промежуток времени будет появляться. Но я так и не понял, за что эта настройка должна отвечать. Toggle Mouse Highlight. Это какая-то подсветка мышки. Open Map Timer Window. У меня здесь сразу три локации отображается. Но если мне вдруг не нужна какая-то локация совершенно, да, например, то я сделаю следующее. Я захожу в конфигурацию этого таймера и выставляю, что мне интересно. Например, Auric Basin мне не интересен. Dry Talk мне не интересен. Thunderhead мне не интересен. А, например, мне будет интересно, ну, Гротмар Воле локации, да. И здесь я, видите, ручками сам поставил. Или, например, меня интересуют только сложные мировые боссы. Типа там вот здесь Tickvattel, да, я смотрю, Карка. То есть Hardcore World Bosses. Или мировые боссы, да. Вот у меня пошел таймер. Притом, смотрите, здесь можно сделать его более компактным. А можно сделать более растянутым. Здесь у вас написано «Мировые боссы». И пошло «Файр Голем», да, «Вурм Черв», потом «Джормок», «Чемпион Бегемот», «Тайда Ковингтон», «Шаман», да, у Норнов и так далее. И здесь вот времечко-то, вот оно и идет. То есть показано, где, что и когда. Надоело? Закрыли. Close Map Timer Window. Все, до свидания. Этого окна у вас никакого нету. Так, TeamSpeak — это не надо, это «Дремучий лес». Close Marker Editor — это окно как раз для редактирования, вот, вспомнил. Для редактирования этих маркеров. Notepad открывает блокнотик. Все, вот, что вы хотите здесь, допустим, в этом блокнотике вы написать. Значит, смотрите, вот эти, ребят, прогресс рейдов, данжен, трейдинг, пост и так далее будут работать только при одном условии. Заходим в GV2 Taka Settings. Дальше вам необходимо предоставить свой API Key. Вот сюда, Guild Wars 2 API Key. И вы должны будете добавить API Key. И как это делается? Вы зайдете на сайт Guild Wars 2 официальный, свой личный кабинет, ведете свой логин, почту, пароль. И зайдете в раздел Applications. Там можно создать API Key. То есть это цифровой ключ, который предоставляет неким приложениям доступ к вашему, там, банку, инвентарю и так далее. Как только вы это все добавите, да, у вас будет показываться, какой у вас прогресс рейдов, что вы закрывали, что не закрывали. Данжи, по каким путям вы проходили, по каким не проходили. И непосредственно уж Taka Settings заговорили, давайте по-быстренькому. Window Edit Mode, то есть это окно редактирования окон, как бы это странно не звучало, то есть что-то пошире, что-то поменьше сделать. Проверять апдейты во время старта, это обязательно устанавливайте. Спрятать Tako на экране загрузки, когда вы с одной карты на другую переходите. Закрыть Tako, когда вы выходите из GV2. Toggle Debug Text, это если вдруг крашнется у вас Tako, у вас создастся файлик текстовый с ошибкой, что там произошло, сможете отправить разработчику. Don't Scale with DPI. Скорее всего, не скалировать DPI, это знаете, что такое? Я так предполагаю. Смотрите, когда я приближаю вот это окошко, да, оно приближается, если я отдаляю, то оно отдаляется. Если я все правильно понимаю, это сложный разработческий язык, то это как раз вот это скалирование DPI, это и есть. Kbytes Enable, то есть включить переназначение клавиш, и здесь, если включено, пожалуйста, переназначайте клавиши того, что вам удобно. API Key вам только что сказал, язык только английский. Ну а дальше контактная информация, поддержать разработчик, выйти из Tako. Все, ребят, я вам по-быстренькому постарался, как мог все это дело рассказать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, сильно не бейте, если вдруг где-то косякнул. Я постарался крайне быстро разобраться в этой программке и новичкам рассказать, помочь перевести. С вами был иной лидер гильдии Русская Догма, сервер Ваби. Увидимся на стримах. Субтитры сделал DimaTorzok